Приветствую коллеги, с вами на связи Артур Идиатулин и это аналитика валютных рынков от компании Тикмил. Сегодня мы говорим про рынок трежерис, а также события, которые сейчас происходят, начавшаяся коррекция с начала недели, почему она происходит и с чем она связана. Также мы сегодня говорим про важную американскую статистику, которая вышла вчера, это индекс потребительской уверенности, который стал еще одним тревожным звоночком, который призывает внимательнее относиться к текущему восхождению на фондовых рынках, потому что не все так хорошо, как кажется, оказывается, в американской экономике. Значит, что показала вчера у нас статистика по потребительской уверенности в США? Ну, во-первых, экономика не покажет чудеса самостоятельного восстановления, будем так говорить, без посторонней помощи, вся впечатляющая динамика. Что мы наблюдали в первые два месяца лета, она, скорее всего, временная. Значит, индекс потребительской уверенности у нас в августе рухнул с 91,7 пункта до 84,8 пункта. Очень сильно отстал от прогноза, у нас вот был прогноз, в 93 получается пункта, и вот такое вот огромное расхождение с прогнозом получилось. Ну, дополнительно к вот этому негативу, да, у нас еще вот этот показатель предыдущего июля, он был пересмотрен вниз. Там незначительно на полтора или два пункта, но все равно это неприятно тоже, потому что, ну, как бы восстановление, которое происходило в американской экономике, на него возлагалось очень много ожиданий, и все эти факты, все эти аргументы, которые доказывают обратно, ну, к ним рынок, ну, должен быть сейчас чувствительным. Чтобы понимать вообще, что означает вот это движение в сторону 84 пунктов, да, вот, что означает то, что не оправдал прогноз этот показатель, ну, естественно, все познается в сравнении, мы поэтому также обращаемся к истории, мы рассматриваем докризисные значения. И здоровый оптимизм, будем так говорить, когда потребители хорошо чувствуют, ну, уверены в своих доходах, не задумываются, потребляют, в общем, разгоняют экономику. Вот, для такого поведения, для такого режима потребительского, будем так говорить, свойственные значения в районе, вот, 120-130 пунктов. И получается, примерно два года у нас индекс потребительской уверенности, как мы видим, он болтался вот в этом коридоре, 120-140 пунктов. Это вот здоровое значение потребительской уверенности. Потом у нас произошел вот в момент начала пандемии, когда вся обрушилась, индекс у нас рухнул ниже 90% вот здесь. И затем, если мы попытаемся вот приглядеться, что же у нас происходило дальше, то вот поведение вот этого индекса, можно видеть, оно имеет форму вот такого сначала возрастающего движения наверх, да, затем вот такого затухания. Ну, то есть форму некоторого импульса. Вот появился некоторый импульс, да, вот он здесь у нас произошел, и затем происходит его затухание. И вот такую вот динамику можно соотнести с двумя фазами восстановления в американской экономике. Первая фаза, это была фаза подъема вот здесь. Это постепенная отмена санитарных ограничений, это ведение повышенных посоль по безработице, вот этой щедрой программы по страхованию доходов со стороны государства, которая очень много доходов у граждан покрыла, у большой доли граждан покрыла доходы, причем с лихвой покрыла, это так, что некоторые начали получать больше, чем они зарабатывали. Собственно, вот здесь у нас все больше получается, вот в этой фазе у нас все больше и больше человек, получается, узнают о том, что платят вот такие вот пособия, подают заявки на эти пособия, у них возникает, растут доходы, собственно, растет и потребительская уверенность в комбинации с отменой санитарных ограничений, что позволяет его потреблять, да, по сути, есть возможность потреблять, поэтому у нас происходит рост потребительской уверенности. Затем наступает вторая фаза, это восстановление вот этих ограничений из-за того, что появились признаки второй волны. Потом у нас возникли ожидания, что, ну, в скором времени, ну, через некоторое время, вот эти повышенные пособия безработица порежут, ну и, собственно, в августе мы пришли к тому, что вот эта программа доходов, ну, страхования доходов от государства у нас завершилась, вместо 600 долларов в неделю начали платить 200 долларов в неделю, и вот здесь у нас произошло вот такое задухание. А почему мы об этом говорим? Все нужно для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что происходит не восстановление, а отскок в американской экономике, отскок, то есть это нечто, что имеет свое завершение, да, что имеет некоторое закономерное... в закономерном развитии отскока, получается, у нас есть затухание, которое вот происходит, и это все наводит на мысль, что последующая динамика, последующие экономические отчеты, статистика, которые будут появляться, нужно вот рассматривать в контексте того, что затухает импульс, и последующие данные, которые мы получаем, они будут это подтверждать, то есть будет расти число негативных экономических сюрпризов. В кризисные периоды, да, вот очень хорошо известно, индекс потребительской уверенности, он хорошо коррелирует с потребительскими расходами, то есть вот когда происходит резкое такое снижение потребительской уверенности, у нас потребительские расходы также падают, не происходит, нет, будем так говорить, явной такой или сильной корреляции, когда потребительская уверенность находится на максимумах, вот эти колебания, они в принципе не провоцируют никаких, ну, значительных изменений в потребительских расходах, вот когда происходит вот такое резкое падение, и вот некоторая последующая динамика, возникает вот эта зависимость между потребительскими расходами и уверенностью, поэтому рассматривая этот индикатор, мы также говорим о динамике потребительских расходов. Следовательно, вот такой вот негативный сюрприз резкое снижение в августе говорит нам о том, предупреждает нас о том, что в сентябре отчет по розничным продажам, это будет августовский отчет, получается, за август, он появится у нас в сентябре, примерно в начале сентября. Скорее всего, исходя из этой динамики, нужно также ожидать негативный сюрприз – отставание от прогнозного значения. Естественно, это рынок расстроит, на это нужно ориентироваться. Если мы говорим о потребительской уверенности, да, все-таки, как это, почему это связано с доходом, ну, чтобы провести вот эту связь, да, ну, чтобы понять, как вот все-таки зависит доход от вот этой потребительской уверенности, почему. Ну, как бы логично, что у потребительских расходов есть, ну, есть главные некоторые детерминанты потребительской уверенности, и это, собственно, почему потребитель может чувствовать себя уверенно? Во-первых, если он чувствует, что у него высокий сейчас доход, у него все хорошо с доходами, и он ожидает, что доходы будут расти или будут оставаться стабильными, да, и вторая детерминанта, да, второй фактор, да, который определяет потребительскую уверенность – это благосостояние. Ну, то есть, те активы, да, те вот сбережения, накопления, которые есть в домохозяйстве, и как они изменяются, получается. Так вот, что касается доходов, это у нас, собственно, зарплата, да, оплата труда, и в случае вот летнего периода, да, это у нас вот эти пособия по безработице повышенные. Что касается благосостояния, ну, естественно, можно понять, как изменяется благосостояние домохозяйства, отслеживая динамику индекса. СНП-500, куда, ну, домохозяйство значительно, имеет свои значительные сбережения в виде вот активов, в виде того, что они вкладывают, собственно, в фондовые индексы, да, вкладываются в акции, получается. И так как у нас в августе динамика фондовых рынков осталась положительной, там был рост, обновление максимум, да, у нас получается, то, естественно, все подозрения, почему вот такое вот снижение мы видели резко, и почему вот такое вот резкое отставание от показателя, это, ну, как в числе подозреваемых, оказывается, вот это вторая детермината, второй фактор, это вот доходы. И действительно, как бы все складывается в единую картинку. Если вспомнить, что программа страхования доходов, она завершилась в конце июля, и потребители у нас без работы начали вместо 600 долларов, получается, 200 долларов. Вот отсюда у нас и произошло вот такое вот резкое снижение в потребительской уверенности, которое автоматически означает, что потребительские расходы, также в них также появится негативная динамика, получается, в августе, это нужно ожидать. Вот такой вот анализ по поводу вот этого отчета, который нужно иметь в виду. Что касается рыночных событий, мое внимание привлекло, возможно, и ваше движение в трежерис на рынке казначейских облигаций, на ваших экранах представлена динамика доходности 10-летних казначейских облигаций, да, вот видно, как оно двигается. И что самое интересное, с начала этой недели, получается, с 24 августа, мы видим, что доходность у нас движется вверх, доходность и цена банда связаны, ну, имеет обратную связь, да, это значит, что вот при таком движении доходности, при росте доходности у нас происходит распродажа на рынке казначейских облигаций, то есть снижение спроса или наоборот, рост предложений. Вот. О чем это говорит? На мой взгляд, вот в этом движении есть, этому есть хорошее объяснение, это объяснение нужно знать, потому что оно отразится и на других активах, оно и на долларе отразится, и на фондовых рынках вообще. Так как у нас, ну, рынок облигаций, он в первую очередь реагирует на события, связанные с изменениями по монетарной политике, включая ожидания того, как эта монетарная политика изменится, да, вот такая вот чувствительность в квадрате, да, получается. Так как у нас есть вот такая вот чувствительность, ну, естественно, мы вспоминаем, что же нас ждет на этой неделе, касающейся монетарной политики, выступления каких-либо чиновников ЦБ, либо главы ЦБ, либо какие-то решения по монетарной политике. Так вот, действительно, у нас целый четверг, если вы знаете, онлайн-конференция Jackson, которая обычно проводится в Jackson Hole, теперь она будет иметь онлайн-формат, это конференция, на которой обычно встречаются представители центральных банков, вот, на котором они, на этой конференции, они обсуждают, собственно, свое видение того, как должна выглядеть, что должна представлять себя монетарная политика на вот ближайшие, там, десятилетия, там, на вот ближайшее время, какие вот и новые подходы, да, там, какие вот новые решения есть в монетарной политике, как нужно координировать монетарную политику и так далее. Вот конференция посвящена вот таким вот, не конкретным решениям в монетарной политике, а вот, ну, о монетарной политике в общем, так говорить. Так вот, если... Ну вот я начну с небольшой даже предыстории, чтобы понять, при чем тут эта конференция, что от нее ждать. Значит, у нас Фрейс год назад объявил, что принципы преследования цели по инфляции, принципы того, как с помощью монетарной политики Центральный банк добивается роста инфляции, достижения его комфортного уровня, вот эти принципы, они устарели, и их нужно обновлять. Вот такая вот дискуссия, такую дискуссию дала Центральный банк, привлекала там различных с индустрией, получается, ну, представители, которые также высказывали свое мнение, вот была вот такая вот дискуссия, вот думали по поводу того, что же, как нужно менять монетарную политику, чтобы наконец она стала более эффективной, да, чтобы она отвечала как бы современным вызовам, а не отвечала на вызовы, которые там были там лет 10-20 назад. Так вот, эта дискуссия продолжалась, уже продолжается, получается, год, и вот с начала, получается, пандемии вот эти разговоры, эта дискуссия усилилась, вот, ну, пришло понимание к тому, что надо быстрее действовать, нужно быстрее прийти к тому, что же должна из себя представлять монетарная политика 2.0, и нужно быстрее как бы рынка объявить, как у нас в новом формате ЦБ будет, ну, принимать решение, на что он будет опираться, какие вот руководящие принципы есть в определении политики. Почему это нужно? Ну, оно ясное как бы дело, да, вот последние там, получается, последние десятилетия, ну, очень тяжело удавалось стимулировать инфляцию, скупали, получается, банды, там, различные применяли инструменты, снижали ставки, но плохо росла инфляция. Так вот, естественно, возник спрос, и возникли такие предположения, что нужно что-то менять, и вот, собственно, ФРС начал работать в этом направлении, и буквально вот пару месяцев назад, летом, получается, благодаря вот комментариям некоторых чиновников ФРС, благодаря июльскому протоколу заседания ФРС, стало понятно, что вот эти новые принципы, вот эта монетарная политика 2.0, ФРС нас, скорее всего, с ней ознакомит, получается, уже в сентябре. То есть это будет капитальный пересмотр всех вот этих основных принципов монетарной политики, как ФРС будет достигать целевого значения инфляции, и, скорее всего, вот в сентябре это произойдет. Нас ознакомит ФРС с этим. Так вот, предполагаемый метапринцип вот этой новой политики, да, вот что вот поверх всего, или наоборот, вот в самом основании вот этой новой концепции будет лежать, прям в самом основании, это то, что ФРС не будет отвечать, как бы, на каждое изменение инфляции ФРС будет стараться подстраиваться, то есть это не так уже будет работать. Вот раньше было так, что происходит какое-то изменение, вот инфляционное давление растет, ФРС начинает постепенно задумываться о повышении ставок, начинает рынки к этому готовить и так далее. Собственно, пытается идти вот в ногу, получается, с динамикой инфляции, не отставать, да. А сейчас же новым вот этим метапринципом это будет изменение процентных ставок только лишь в том случае, когда инфляция достигает конкретного значения. То есть ФРС совершенно ничего не будет делать, пока инфляция не достигнет какого-то значения. Или, вот говорят другими словами, пока вот какой-то экономический исход не реализуется, ФРС не будет трогать ставки, несмотря на то, что там растет инфляционное давление и так далее. Это некоторое вот обещание, что ставки будут на низком уровне, пока мы не достигнем, получается, какого-то уровня безработицы или какого-то уровня инфляции, то есть какого-то экономического исхода мы не достигнем. Сейчас остается степень того, вот насколько будет ФРС бездействовать. Вроде понятно, что вот есть вот проинфляционный эффект от того, что ФРС будет вот сидеть и ждать, пока инфляция достигнет. Это реально, как бы, если подумать по сравнению с предыдущей монетарной политикой, вот с предыдущим курсом, Это действительно будет позволять инфляции ускоряться, да, потому что ФРС не будет ничего делать. И это, естественно, уже дает рынкам, прежде всего, рынкам фиксированной доходности, облигациям, дает вот такой сигнал, что растет угроза того, что ФРС будет допускать ускорение инфляции. Вот. И, получается, на завтрашнем заседании Джереми Пауэлл в своем выступлении, он начнет вот нас знакомить, давать вот первые, получается, очертания Контру вот этой новой монетарной политики, что же там может быть. В сентябре мы уже, естественно, ждем вот, ну, обнародование, будем так говорить, полноценной концепции вот этого. И из этого следует, что вот тон, общий тон, общий фон, как бы коммуникации ФРС с рынками, он вот сейчас насыщен тем, что вот такие заявления поступают, которые вот намекают на то, что ФРС будет позволять ускоряться инфляции, будет допускать вот ее ускорение, не будет торопиться с повышением ставок и так далее. А, естественно, так как завтра ожидается, что больше комментариев такого рода поступит, у нас рынок реагирует отрицательно, рынок фиксированной доходности, облигации реагируют на это отрицательно. Ну, в смысле, происходит распродажа, получается, бандов, доходность у нас двигается вверх, получается, и это говорит нам о том, что рынок опасается, что завтра будут сделаны какие-то заявления, которые вот позволят предполагать, что ФРС будет позволять инфляции разгоняться. Естественно, если ФРС позволяет инфляции разгоняться, все бумаги фиксированы доходности, любые активы фиксированы доходности, где вот номинальная получается, номинальная доходность остается как бы фиксированная, да, известная заранее получается. И если у нас растет, получается, угроза инфляции, то чтобы компенсировать это, инвесторы будут, естественно, требовать премию, да, инфляционную премию за это. А, ну, требование инфляционной премии, это значит продажа, получается, облигаций до того уровня, пока доходность не спускается, не растет, да, до какого-нибудь уровня, где она начинает вот эту премию, получается, инфляционную уже вся включать. Вот, собственно, вот такая вот связь происходит у нас между тем, что ждет рынок от завтрашнего выступления Паула, да, вот все, что возможно, его вот эти заявления, инфляция, и вот справедливой стоимостью будущих потоков платежей, ну, то есть вот облигаций, да, получается, вот эта связь, она, получается, сейчас реализуется, мы видим, естественно, это отражается и на других активах, это отражается и на стоимости доллара, и на фондовых активах, ну, потому что, ясное дело, что то, как ФРС будет преследовать инфляцию, то, как долго будет он держать ставки на низком уровне, получается, насколько он сможет увеличить, там, программу количественного смягчения, насколько он готов будет увеличить программу количественного смягчения, это все имеет влияние на рынки. Так вот, завтра стоит ожидать того, что вот поступят эти инфляционные заявления, да, от ФРС, и, как бы, рынок казначейских облигаций, трежда, если они дальше продолжат у нас корректироваться вверх перед сентябрьским доседанием, да. Вот, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать, с чем я вас хотел сегодня познакомить, если у вас остались вопросы, пожалуйста, давайте их в комментариях, если вам понравилось видео, будьте добры, поставьте лайк. Я же на этом заканчиваю свой обзор, увидимся с вами в пятницу, всего доброго. Продолжение следует...